Да, подставили, затягивая, вторая нога поднятая обязательно, чтобы он не мог ее обшагнуть. Бразильское джиу-джитсу — это современное боевое искусство, которое успешно развивается практически во всех странах мира. В Перми Академия Бразильского джиу-джитсу существует с 2013 года. Это танцовский вид спорта. То есть у нас нет ударов, у нас нет пинков, то есть все производится за счет борьбы. Когда схватка занимает определенное время, в зависимости от правил, заканчивается она либо по истечению времени, и тогда подсчитываются баллы, заработанные за те или иные технические действия, либо сдача одного из соперников вследствие боевого или удушающего приема. То есть основное, чему мы обучаем людей, это тому, как переводить в партер и как там делать болевые удушающие приемы. Согласно исследованиям, бразильское джиу-джитсу — это достаточно безопасное контактное единоборство. Это тренировка всего тела и одна из лучших форм физической активности, подходящей для детей. Начать заниматься бразильским джиу-джитсу могут как мальчики, так и девочки уже с трех лет. Год назад близнецы Соня и Саша вместе пришли в этот вид спорта. Признаются, тренироваться очень нравится. Борьба. А иногда с мальчиками. А с кем больше нравится сестры или с мальчиками? С мальчиками. А мне с сестрой нравятся больше. Мне нравится тут бегать. В Академии существует несколько возрастных групп. Первая — подготовительная с трех до шести лет. Тренировки для самых юных спортсменов проходят в игровой форме. Следующая возрастная категория — это дети от семи до двенадцати. Обязательное количество тренировок в неделю — три раза. Чем, кстати, хорошая система в бразильском джиу-джитсу? Есть отдельно поясная система для взрослых, есть поясная система для детей. То есть взрослых поясов на самом деле не так много. Это белый начальный пояс, синий, пурпурный, коричневый и потом уже черный с разделением на данные. Детские пояса выдаются с четырех до шестнадцати лет. И получается там, ну, на каждый год можно выдавать пояс. То есть специально продуманная система, чтобы можно было аттестовать постоянно каждый год ребенка на новый пояс, чтобы ему было интересно, чтобы это его мотивировало. Потом уже после шестнадцати лет они получают взрослые пояса. Бразильское джиу-джитсу развивает дисциплину и уверенность, дает возможность воспитать свой характер, а также улучшает навыки самообороны. Требуется кимоно. Для начала белый пояс. Также ребят всегда просят пододевать футболку. Ну, в моем случае это рожгар, то есть синтетическая ткань специальная, спортивная, для гигиены. То есть чем меньше, скажем так, открытые кожи контактируют с полом, тем лучше. Заниматься джиу-джитсу можно в любом возрасте, даже в зрелом. В Академии бразильского джиу-джитсу есть программы, которые рассчитаны для всей семьи. При желании дети могут тренироваться вместе с родителями.